Приветствую всех! С вами дядя Митя. Так вот, я хочу наконец-то рассказать, а как я установил вот этот дополнительный аккумулятор на свой самокат. Я установил это всё, видите, каким способом. Не очень красивым у меня торчат провода. И я хочу это всё сделать сегодня более-менее красивее. Многие у меня спрашивают, как ты сюда установил док-аккумулятор? Он, конечно, не очень красиво смотрится, я соглашусь. Я всё это делал очень бюджетно. Хотел сэкономить на всём, с чем можно было просто. Я установил сюда вот эту коробочку. Это обычная влагозащитная коробка для электроустановки, в которую поместился док-аккумулятор. Я сюда установил пластины, такие вот скобы, чтобы они держали всё это. И обычные провода, как бы, видите, не красиво, но зато функционально. Всё это работает и уже довольно-таки долго. Ну, я сейчас хочу всё-таки это всё сделать очень-очень красиво. И показать, как нужно установить сюда док-аккумулятор. Ну, опять же, всё будет, опять же, бюджетно. Будет вот эта коробка, так она и станется здесь, как ни крути. Может, когда-нибудь на неё поставятся фонарики. Я проехал на нём уже, ну, блин, не знаю, по самым таким скромным подсчётам, ну, где-то полторы тысячи километров, как бы, не очень много, не очень мало. Просто мне замерить не на что было. Я разбил свой дисплей на нём. К сожалению, произошло так, что не то, что я упал с него, разбился и всё остальное. Нет, просто я, когда я его ставил к себе на стоянку, нечаянно зацепил этот дисплей, и он у меня разбился. Ну, всё работает, как бы, и покупать новый дисплей я не хочу. Дорого, две тысячи рублей, я смотрел, он стоит, и то, что он незачем. Едет, да едет. А смысл эту скорость замерять? Ну, пробег, да. Ну, тоже тут смысла нету, как бы, всё работает. Хочу рассказать то, что я сделал, как бы, да, для этого электросамоката. Я поменял подшипники, вот на заднем колесе я их заменил. Поставил отсюда обычные какие-то подшипники, они вроде бы работают. Всё, её продаётся в автомагазине. Пришёл, показал эти подшипники, мне их отдали, я их поставил. Две секунды ставить их, я даже не буду тут заморачиваться. И ещё, конечно, я не хочу никому рассказать, но я заменил здесь вот это вот колесо. У меня оно обошлось в 4 тысячи рублей, новое колёсико, потому что у меня на том сдохло колесо. К сожалению, это как-то произошло очень неожиданно. Может, то, что я умыл, сейчас я его просто боюсь мыть, как бы, и не выезжаю, когда мокро. Ну, я заменил это колесо, оно стало намного лучше ехать и оттормаживаться тоже намного лучше стало. Так что, одни плюсы. И заменил я его практически прям сразу же, там, месяца через два, да. А заменил, потому что то колесо через два месяца у меня перестало ехать вообще просто. Отказалось, значит, тарахтить, там ещё какие-то звуки страшные сдавать. Я его заменил. И также мне очень много подписчиков писал, ну, как много, один человек мне написал, как начал мне расписывать, что нужно сделать для этого электросамоката. Во-первых, там, надо эту стяжку отрезать. Я её отрезал уже давно и без его советов, как бы, всё, я отрезал и всё нормально. Там что-то здесь лопается, ещё что-то происходит. А вообще, короче, ужас, как он мне начал описывать. Я, ты что мне пишешь такое, я в шоке просто был. Я думал, ну, зачем, это что, автомобиль тебе, чтобы столько вложений в него делать, чтобы ездить и получать наслаждение, как бы. Я этим ничем не занимался, у меня ничего не лопнуло. Хотя я езди по таким просто ухавам, вы себе не представляете. У нас, блин, в Воронеже, я не знаю, просто нет ничего такого, то, что можно ездить нормально, как бы. Потому что везде тротуары все разбиты, либо плитка вложена. Так что, ездишь, тебя трясёт жутко, конечно. Всё справляется надёжно. Ничего я не вижу такую, прям, то, что бы лопнуло, там, ещё что-то. Нет, такого нету. Так что, начнём, наконец-то, установки второго доп. аккумулятора. И я покажу, как это я всё устанавливал. Всё увидите. И всё сделайте, я думаю, по красоте, как я вам это покажу. Самое первое, я считаю, то, что нужно показать, то, что нужно вот эту часть открутить. И покажу, то, что там, как и соединить. А потом мы её разберём уже вот эту основную коробку. Так что, подкручиваем вот эти вот два самореза. Здесь ничего такого сложного нет. Так что, подкручиваем. Так, видите, да? То, что и здесь оказалось ничего супер такого, дрюпер сложного. Это идёт, видите? То, что мне говорят, то, что, почему батарея гремит. Я говорю, то, что у меня батарея вообще не гремит, никакого звука не сдаёт. Потому что я сюда здесь подложил вот такие вот пенопласты, или как его назвать, короче, упаковочный материал. И она сюда устанавливается очень-очень плотно. И за счёт этого никакого грохота батареи просто не происходит. Так что, пользуйтесь. И сейчас я вам покажу, как здесь всё установить очень красиво. Во-первых, всё это барахло нужно как-то отсоединить. Я уже весь испачканный. И пересоединить обратно. Давайте сейчас. Купил я себе вот такой вот гофр обычный. Да, гермоводы. Всё продаётся в любом электромагазине. И сейчас я попытаюсь это всё установить. Очень вот в эту коробочку. Не знаю, каким-то образом. Даже не представляю. Ну, надо как-то её сюда установить. Тут какие-то, видите, выемки и всё такое. Короче, не очень, конечно, прикольно. Она сюда будет устанавливаться. Вниз, во-первых, тоже не установим. Потому что тут всё-таки кочки и всё остальное. Так что, единственный момент, куда можно это всё установить, это именно в это какое-то непонятное отверстие. Так что, вообще, будем пилить, сверлить и резать, как я это всё люблю делать. Опа! Так. Беру дрельку. Ну, как всегда, надо заменить сверло. Сменяю сверло. Душистал я свою дрельку. У меня есть вот такой вот набор ещё прикольный сверл. По металлу опять же. Беру самое большое сверло, это что, как пластик сверлить, как бы. Я не думаю, то что так. Намечаем место. Так, берём. Намечаем. Окей, окей. Самое главное то, что хрен это всё подойдёт, но надежда. Надежда есть. Вдруг это всё получится. Беру просто вот так, на взгляд, да, пометил всё, как бы, да. Примерно понял, где надо это сделать меточку. Всё. И начинаем сверлить. Ну, а чем тут? Чёрт не шутит. Намутрил, как всегда, придётся убирать. Так вот. Ну что, получилась вот такая вот штука. Сюда ставил я в гермовод. Сейчас я буду устанавливать вот эти вот провода в гофру, чтобы это всё было аккуратненько, да, вот в эту вот часть. Можно достать, я думаю, ничего страшного, метр как-нибудь просунем. Так что вот так вот. Сейчас будем это всё просовывать аккуратненько и красивенько. И чтобы это всё потом зафиксировать в этом гермоводе, и чтобы это всё тоже было довольно-таки красиво и аккуратно. А то я ездил, блин, как прям на электросамокате, у меня торчат провода целая куча. И все люди просто в шоке и говорят, блин, ни хрена себе вот это и ездишь. На каком супер-дрюбер-транспорте. Так что всё, сейчас я буду менять и аккуратно поставлю в эту трубочку. Самое главное, чтобы теперь всё это аккуратно просунуть. Я надеюсь, у меня всё это должно получиться. А что так? И во-первых, то, что я ошибся, я взял ещё дырку, просверлил сбоку, да, своего аккумулятора, хотя надо было посередине. Так что вот так вот. И смотрите, это идут провода от аккумулятора, а это уже к колесу. И мне теперь нужно подсоединить все провода. А я, как всегда, не запомню, какие идут, кто и куда. Ну ничего, я сделаю это, я думаю, ничего страшного в этом не будет. Тем более, у меня есть тестер. Так что всё, подключаем, просовываем, и всё должно идти довольно-таки просто. Скорее всего, вот эти вот, фаза 0 у меня. Куда-то должны идти. Ладно, решил. Так что вот так. Так что я думаю, сейчас что-нибудь придумаю. Всё. Коробка у меня влагозащитная, она довольно-таки легко разбирается. Здесь ничего супер, такого вот рупер сложного нету. Здесь просто вылетел у меня штырёк. Смотрите. Опа. Здесь также стоит, вот он, этот аккумулятор. Кто сомневался в этом. Здесь стоит вот такой вот пенопласт, чтобы аккумулятор не болтался внутри, и, по крайней мере, он по краям держится ещё, да? Опа. Всё. Эту кучу проводов мы высунули. И теперь надо сделать здесь аккуратненькую дырочку. Ну, таким же способом. Делаем аккуратную дырочку. блин, ну, это будет уже намного сложнее. Жесть, конечно. И делаем её именно посередине, не забываем, потому что руль у нас крутится. Ага. Давай. Люди. Ага. Так, смотрите, все это просверлил, все, гермарод сюда становится идеально, теперь мне нужно эти провода все так же просунуть, как они и были. Теперь просовываем вот эти вот провода. Не знаю, каким образом. Так, смотрите, все, гермарод мокрый потный вот что значит заниматься это именно дома а не на даче так все провода в гофре находится сейчас мы собираем коробочку чудо коробочку и просовываем дальше так не забываем про пенопласт и можно сюда будет получше что и диапа Так, чудо-коробочку Закрыл Гофра у меня идёт И теперь Опа Главное, чтобы он ещё не перевернулся Что за фигня, что он падает Так вот Провода теперь в гофре Теперь найти бы их ещё Так-так-так Так-так-так Провода здесь Делал просто Сеглоны Чтобы ещё гофры хватило Чтобы это всё Заделать красиво Так, гайку просовываем Ох, я даже не знаю Будет он поворачиваться Что-то прям как-то слишком Забыл кое-что сказать Есть вот такие прикольные контакты Которых не надо зашкуривать Там ещё что-то делать Они очень классно подключаются Мне вообще очень-очень нравится Их просто берёшь Их просто берёшь Писатижами сдавлюешь Они изоляции Прогрызают И вообще будет идеально Батареи мы подключаем Фазные Ну, фазные Плюс к плюсу Минус к минусу И всё остальное Так что Ничего супер-дрюпер Сложного такого нету Минус к минусу Всё проверил Два аккумулятора работают Теперь мне нужно это всё Аккуратненько Аккуратненько Самое главное Аккуратненько Всё как-то Обратная запиха Чтоб ничего не торчало До новых встреч Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует... Продолжение следует... Выглядит красиво, да? Идёт гофра чёрная, не выделяется никак. И я считаю, что это довольно-таки прикольно стало выглядеть. Но лето у нас заканчивается. Я считаю, что мне надо было это видео ещё давно выложить. Но я его выложил только сейчас как бы, да? Всё работает, ничего сложного нет. Всем, кому понравилось, как я устанавливал доп. аккумулятор и как это всё выглядит в конечном, ставьте лайки, подписывайтесь на меня. И не забывайте, что дядя Митя всегда старается именно для вас. Всё. Всем удачи и пока!